Протягиваем выпуск. Попередние выники работы у Галинея Живелога-Довли региона подводили на областном семинаре на Раде с отделом старшины Гомельского облаканкама Геннадия Соловья. При этом у центра уваги выключено проблемное питание. Крытицы губернатора подверглись как районы в целом, так и особные господарки, которые допустили снижение надеев и прибавлений. Только в каждом третьем районе в области выработали молока больше, чем за тот же период 2018-го. Лидер – Мазырский район с темпом росту 112%. Угорж за усе ситуация в Будокошалевском и Ветковском районах. В агропромысловом комплексе усе тесно взаимозвязано. Прываги и надои шмат учим залежать от ураджаю и нарыхтуки кормов, чем многие наши господарки похвалиться не могут. Отстают по культуре землеробства. Однако основный фактор, который вплывает на огульную нерадостную картину у Живелога-Довли – отсутность належного ставления до працы и контроля с боку керавников, у тимлику старшенев райвы Конкамов. У якости доказу приклад, коли у одной господарцы на ферме Парадок живелы сытые и утепли, а у соседней того же района – усе надворот. А тюлежорсткое потребование губернатора – распрацовать у каждом регионе и у каждой конкретной господарцы дорожные карты и планы потребований до работников. На фермах повинна быть диктатура технологий. Керавник региона отзначил – главные задачи две – накормить и надоить. Сегодня наша самая главная задача – наращивать объемы производства молока. Это та продукция, которая сегодня востребована, за которой сегодня молочная компания платит денежные средства и сегодня эти деньги, которые необходимо направить на заработную плату. Выконание показчиков под строгим контролем керавництва в области. При этом Геннадь Соловей подкреслил, что молока не будет, если належная увага не будет надаваться рослиноводству. Закранули на поседжение и тему «Одновление статка». Губернатор поставил задачу забеспечить молодняку лепшую умову утримания и кормления. Продолжение следует...